с утра пораньше у нас уже вовсю идет отгрузка сена открыли первую скирду это то сено которое мы убирали сейных полей июньская вот 1 рулончики только откинули которые по краям были на которые дождь попадал и вот самого лучшего качества отгружаем нашим покупателям в такую машину поместилась 31 рулон и поедут рулончики у нас в истру не ближний путь отгрузили карпа поехала машинка а мы сейчас будем собираться в поля крутить сенаж начали отгрузку сенажа в этом году в прошлом году данную машину я отгружала сама и уместила где-то рулонов 10-12 кстати этот сенаж поедет к нашему козлику марселю а в этом году грузил механизатор и он погрузил 18 рулонов сенажа вот так вот профессионализм лежа балдеют наши девчонки на пастбище еще и на меня поглядывают вот как хорошо осенью ладушка смотрит интересно кто тут подъехал на автомобиле малышка отдыхает все остальные девчонки тоже балдеют вечерняя выпайка молоком уже стали разливать поменьше так они все недовольны и почему так мало молока а уже потому что хватит пора без молочка расти таким большим ребятушкам мама там сторожит самого маленького нашего громика иначе более крупные телята отберут конечно соску с молоком ну а я взяла миску сейчас насыплю им комбикорма для телят и на льду чистой водички решила что пора ему же взрослеть и переходить на более взрослый комбикорм это у нас и корм будет для от корма бычков как раз у нас там двое бычат я думаю что будет самое то здесь у нас уже идет гранула такая покрупнее знаете у них аппетит хороший они друг на дружку смотрят и только в бой кто первый но я им рассыпаю по двум мискам просто поедаемость отлично все надулись что молока нет и пошли хрумкать комбикорм вообще сейчас заказываем всю линейку для крупного рогатого скота это комбикорм для дойных коров и нителей комбикорм для от корма бычков и комбикорм для маленьких телят хорошо когда имеется полная линейка можно выращивать от малышей до дойного поголовья нам сейчас поставляют комбикорма мы заказываем как для крупного рогатого скота также для коз свиней и для всей нашей птицы то есть в одном месте очень удобно да девчонки мальчишки идите кушайте молодцы все уже вы взросленькие у нас будете теперь на комбикорме зеленки как лопает не обидитесь вы хоть у меня то не набросились там сено все привозили туда же прессует сенаж скосила вкусно привезла им побоюсь уже положила вам уж много накинулись тут две тёлки два бычка вкусненько . хотят еще представляете у меня сейчас все пустые инкубаторы но я конечно же заказала себе еще инкубационного яйца не так много но все же бройлерный цыпленок скоро сюда у меня заедет но в брудере как всегда малыши немножко расскажу вам про них это бройлерные цыплята турецкое было яйцо коп 500 если честно это яйцо мне было впервые я переживала но поставщик яйца меня заверил что это премиальное качество и знаете я была очень довольна так что у кого будет турецкое яйцо я вам рекомендую его взять в общем не было 120 яиц из них 10 неоплода ну и где-то 10 яиц не вылупилась то есть 100 цыплят здоровых крепеньких отличных у меня получилось по итогу вот вчера забрали 10 малышей и завтра должны будут приехать забрать еще 30 то есть мне останется 60 штучек поэтому я подумала и заказала еще 120 яиц предлагали мне к выбору рост 308 венгрии или коп 500 чехию решила попробовать чехов говорят тоже у них хорошее яйцо эта партия у меня будет расти ну так скажем ближе уже к холодам подрастет и следующая партия как раз будет к новому году что-то как-то я прям в птицеводство погрузилась знаете получается у меня какое-то круглогодичное инкубирование хотя по прошлым годам нашего фермерства я начинала выводить там январе и феврале ну и все где-то в июле августе у меня уже инкубаторы отдыхали и стояли пустыми до следующего сезона а сейчас сентябрь скоро уже октябрь а у меня инкубация ежемесячная знаете как-то я полюбила выращивание бролера и хороший спрос но куриное мясо поэтому я буду надеяться что круглогодично у нас продажи будет свое домашнее мясо именно птицы как индейки так и курочки цыплята такие крупненькие крепенькие из 100 голов всего лишь один был перевертыш ни у кого не было ножек в растопырку ну прям я очень довольна хотела повторно заказать турецкое яйцо но его не было в наличии поэтому посмотрим как будет чехия пока эти малыши у меня живут дома но думаю что в ближайшее время пора им переехать уже в козовник это у нас теплое помещение брудеры там стоят в общем следующая подрастающая партия цыпляток вот такие они хорошенькие пока суточные 60 голов здесь запросто помещать о побежал уже но еще буквально пару дней и здесь станет тесновато смотрите какие шустры ки завтра заберут 30 штук и сразу поедут уже в козовник давайте давайте турки мои все не убираемся с дашей территорию эти лежат две красотки у нас и одна красотка лежит а дальше и и гладит говорит какая-то у нас принцесса спокойно в отличие от твоих сестр которые там носится вечно как всего боятся палец покажи они уже туда прыгают на забор а это как танк спокойно смотри морожка что делает у нас уже морожки начал вымечка наливаться сейчас вам покажу такие смешные просто торчат я начала принцессу гладить морожку видела что не и чешут тут же прибежал такая спинка ровненькая у него такая прямо ладно и она у нас девочка получилась а кто-то ушел в поле кто-то вот тут стоит кого-то там не видно принцесса наверное ой царевна наверно уже там где-то пасется она у нас обычно уходит а эти вот на еле сено и лежат посмотрите чудеса смешные они но это же вот открыла еще даже криктив конечно за криктив тут у нас сейчас нет доступа к чесалке мы закрыли ангар который для зимнего содержания у нас коров и все и коровам не что чесаться они иногда заходит там у нас около дома такая простецкая висит чесалка когда идут на дойку почухаются в неё но такой который сама крутится нет такой теруп у нас такая погодка ребята сентябрь чувство как будто ли это прямо вот мы кайфуем ладушка наша самая мелкая такая она у нас ладно и это уже осторожненько особо не прибежит чесаться в кого-то у нас такая тоже недавно смотреть фотографию фитки твоего товарища это наша онежка даша села конечно и такая а ты что-то расплакалась любопытно тебе да это несколько у нас это красоткина дочка красотка у нас с племенного хозяйства в карелии а ты не такая большая уже до шума и осеменили я не помню то посмотри что творится у меня в кого-то к приставучка это просто вообще непонятное дело это давно уже не показывал свою работу сыроварния досталась пицца то хочу рассосовать это небольшим таким пакетиком это у меня паприка пряный травы томаты базилик а вот это у меня в обсыпки лимонный перец периодически делаю я специата пользуется у нас он спросом сейчас покажу на разрезе как он выглядит такая вот закрытая текстура единичные глазки такой сливочное послевкусие хороший сыр вот он идет сегодня вечером практически в ночи варка сыра это у меня будет расфера это моя маленькая сыроварня старая работает а вот новая сыроварня у меня еще стоит без дела никак не могу ее подключить что не могу подключить не могу подключить воду к ней сидашу не видела город и уже там магазине и делали такой переходник но буду пробовать подключать может быть завтра не получится послезавтра этим займусь старый сыроварня меня подключение было вот таким образом и вход и выход а сейчас придумали вот что пришлось вот такой вот еще шланг в качестве переходника использовать там уже нам ребята в сантехнике придумали будем пробовать работать такая красивая сыроварный стоит еще чистенькая натертая до блеска ладно так у меня температура близится к заданной 42 градуса отогрев у меня второй идет скоро буду уже разливать зерно готовила уже формы буду вот такие вот использовать красивые формы очень удобные они это формы под самопрессованием на ли вам сюда зерно наливаю и уже мне сама прессуется вот используя такие формы еще сейчас вам покажу еще вот такие вот формы часто используя не очень удобные вот эта головочка получается на полкило вот такая вот на килограмм вообще удобно в том плане что не открываешь большую головку маленькая головка будет часто берут либо полкило либо килограмм ну и соответственно удобно ничего не надо резать вот эти вот чуть побольше но я уже хочу побыстрее потому что уже время много уже сил нету с маленькими формами возюкаться общаться большие разолью они такие получаются потом красивые такие узорчатые и что еще хочу сказать плюс по этим формам очень хорошо сырная головка выходит из этой формы вот отличие от таких вот здесь приходится стучать чтоб она выползла еще если например сыр там на прессовании ночь у меня уходит утром я встаю ну как правило сразу же не бежишь сюда в сыроварню к обеду освободишься и вот начинается вот такое вот постукивание чтобы сырная головка вышла из формы а вот этих формах головка прямо вот на ура так перевернула и вылетела таких трусливых телят у нас еще не было до чего всего бояться наша вот немножко начинаем их приучать села ее чешет так она ничего еще такая подошла а вторая сестра прямо вот ускакал убежала получается две галштинки одна немножко покрупнее сейчас осмотрел за ними вот одна вон там 2 толкаются около сена нет уже осмелела смотри-ка таких трусов у нас еще не было решила объехать остальные поля посмотреть какая трава стоит какое поле будем следующим косить честно не знаю сколько здесь именно гектар но явно больше 20 первый укос мы собрали здесь на сено а вот второй укос посмотрите какой шикарнейший стоит клевер будем крутить здесь сенаж кстати вот заметила то что клевер отлично поднимается на второй укос если на первом укосе его не так много то ли другие травы его забивают то ли сорняк то на второй укос просто обалденный поближе покажу вот такой клеверочек поднялся и кстати вот поле сюда с этой стороны она пониже а с той стороны повыше так вот с той стороны трава стояла лучше на первом укосе а здесь практически голое поле было то есть я косила туда же волка не было ну прям очень маленький урожай зато второй посмотрите какой клеверный ковер стоит шикарный я думаю что у нас здесь много будет сенажа если честно то думали это поле по осени вспахать так как по сену здесь был средний урожай и это поле сел еще фермер давно лет шесть если не больше ну вот при этом видите клевер какой молодец уже сколько лет плодоносит и я бы сказал что очень даже хорошо мы посмотрим что-то мне даже жалко перепахивать хотя я понимаю что с каждым с каждым годом урожая становится все меньше и меньше все равно надо вести севооборот спахать засеять повторно вот уже спросила у фермера говорю где ты такой шикарный клевер покупал что столько лет а он как будто это только-только посеянный вот он обещал поделиться контактами в принципе мне клевер очень нравится в сенаже его отлично поедают что коровы что козы и на нему до и заметно повышается ну вот он наш клевер очек здесь хороший стоит это поле у нас было посеяно семенами баренбрук трава смесь для молочных коров тоже такая знаете протеиновая но как будто не хватает удобрений что ли посмотрите клевер вытянулся а вся остальная трава такая низенькая ну то есть совсем не поднимается на второй указ то ли клевер какой-то более такой способны знаете на второй указ эти вот даже прям видно где такими участками растет клевер очек а вот вся остальная травка вот она такая меленькая я думаю что на следующий год мы уже выйдем на новый этап будем удобрять в этом году мы починим наш большой навоза разбрасыватель но уже практически там собрали крышки подшипников надо установить на какие-то поля будем возить перегной а какие-то поля наверно будем удобрять уже минеральными удобрениями селитрой или чем-то еще вот это поле но все-таки планируем в этом году перри пахать 1 указ собрали достаточно неплохо здесь было но по полю накатанные клеи и ну не очень комфортно работать вот и видите где клевер опять же он поднялся где нет клевера трава ну очень низкая не растет вот это поле можно было бы конечно по-хорошему удобрить вот там вдалеке видны лужайки клевера все-таки он есть сколько там и здесь и ножа соберем на по прошлому году второй указ здесь был так себе ну не так уж и много мы собрали но еще пока есть время у нас чп случилось в общем круз с молни у нас спят на веранде это наша рабочая веранда ой короче что случилось расскажи в 7 утра меня разбудила моня которая стукалась домашнюю нашу дверь но я думаю она уже старенькая иногда просится пораньше в туалет выхожу открывают дверь спросоне а у меня здесь индюки стоят в общем у нас хитрый рыжий кот который прыгает на уличную дверь а именно на ручку и и открываете когда хочет домой заходит соответственно с утра пораньше он захотел вернуться своих ночных гулянок дверь открыл но домашняя 2 это дверь закрыта туда попасть не смог убирал обратно гулять но индюкам то надо пройти в общем они сюда зашли естественно дает усрать моня на это все посмотрите в ужасе давай стучать нам хозяева просыпайтесь давай приперлить кстати какая умная думала может быть она стучится хочет в туалет на улицу гримой выходи выходи она нет она просто хотела нас оповестить что индюки забрались домой помойте полы я буду дальше спать спокойно но я хотел добавить про индюков до чего противозная птица она ничего не боится запирается куда вот куда только можно я оставлю дверь прихожку в сыроварную только вот оглянуться не успеет тому же толпа индюку блин топчется и домой вот эти лежатые спят две собаки они никого не боятся они заходят как себе домой топают шлепают срут перед их носом в общем еще те свинтусы теперь все мыть будем окружить коробит предел творится беспредел собаки такого обалдели не боятся не круза не моню вот шлепают перед их ну перед их носом и все и вот теперь с утра у нас не утреннее управа а утренняя уборка вот так вот уберем прихожку тогда